Быть здоровым теперь просто и доступно. Вы спросите, как? Об этом подробнее. Карагандинцам рассказали ученые России и Украины. Эскулапы соседних стран предлагают свои пути решения проблем йододефицита и профилактики здоровья населения. По словам организаторов, конференция продлится два дня. На сегодняшнем круглом столе ученые обсуждали улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. О том, какие меры предпринимаются в этой сфере, рассказал начальник управления санитарного надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан Ермек Токбергенов. В общем, эпидемиологическая обстановка в республике, будем говорить, благоприятная. Многие заболевания, такие как, допустим, особо опасная инфекция, инфекционные заболевания, идут у нас на спать. Также он поделился о планах на будущее. У нас расписан план оснащения лабораторий центров санэкспертиз. На сегодняшний, на этот год мы оснастили 9 лабораторий по линии Семерного банка. На следующий год у нас идет оснащение современной лаборатории именно по пищевой безопасности, по всем остальным. Гости, приехавшие из России и Украины, ознакомили участников конференции с новым изобретением. Они рассказали о продукте, который борется с ее дефицитом. По словам представителей медицины, данный продукт совершенно безопасен, а самое главное – доступный, легко усваивается и выводится. Одна чайная ложка чудо-напитка в день для детей и две для взрослых хватает для того, чтобы улучшить здоровье человека, говорят врачи. Вот Василий Николаевич Мельниченко, Киев, который сам участвовал в Чернобыльской аварии. Он создал этот продукт, эта вода, ассоциал йода с водой. Эта вода содержит не соли, не минеральные соли йода, а они содержат йонс йода. И этот йон, он не токсичный для организма. Он легко усваивается, легко выводится и оказывает благоприятные действия. Не только в том, что он поступает в организм для работы щитовидной железы, но йон йода активизирует все биохимические процессы, биохимические реакции, которые проходят в нашем организме. Дана Марат, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.